Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем вот такой замечательный цветочек, из которого можно составить композицию в букет. Цветочек состоит из обычного чупа-чупса и гофрированной бумаги. В зависимости от количества цветочков в букете, можно сделать как пышный, так и менее пышный. То есть можно сделать 3-5 цветочков и более. У меня в букете 19 цветочков, которые я украсила в подарочную упаковку. Для самого простого цветочка нам понадобится чупа-чупс, это как основка. Можете взять любой чупа-чупс, как оригинал, так и аналог. Дальше нам понадобится бамбуковая вот такая вот палочка. То есть на количество цветочков нам понадобится такое же количество и вот таких бамбуковых палочек, которые чаще всего используют для шашлычков. Но следует обратить внимание, что чупа-чупсы, если вы будете использовать оригинал, как у меня, то как раз таки вот эта бамбуковая палочка хорошо входит в чупа-чупс и закреплена. То есть она вот не двигается, не вытаскивается и в общем туда дальше не протыкается. То есть хорошо чупа-чупс плотно держится на палочке. Если же у вас будет другой чупик, обратите внимание, чтобы он у вас либо входил, либо вы просто потом закрепите его вот здесь скотчем. То есть, ну это уже попозже. Вот. То есть количество чупа-чупсов равное количеству цветочков, которые вы хотите получить в итоге. Точно так же палочки, то есть они нам будут делать длину цветка. Три и более цветов гофрированной бумаги. У меня это розовый, красный и желтый. Дальше для тех, кто будет делать букет, вам также понадобится подарочная упаковочка. Где-то 50 на 50 сантиметров. В целом нам нужен будет кусочек. Теперь нам понадобятся ножнички. Можете взять маленькие, можете взять побольше. То есть каким вам удобно будет работать. Скотч. Если у вас будет 1-3 цветка, то вам понадобится его немного. Если вы будете составлять букет, то, соответственно, вам понадобится, скажем так, рулончик именно скотча у вас уйдет. Вот. Теперь понадобится канцелярская линейка, либо сантиметр. И, конечно же, фантазия. Мы начинаем. Для начала берем наши чупики и отрываем вот эти вот наши штрих-коды. Если у вас такого нет, если у вас обычный чупик, то, соответственно, прекрасно. Я для начала отрываю, чтобы они мне не мешали. И освобождаю от лишних этикеточек. Вот таких вот у меня штрих-кодов, разные производители. Вот этого нам не понадобится. Теперь берем гофрированную бумагу. И каждого цвета, который у вас есть, можете два цвета комбинировать на одном цветочке. Можете просто один вот такой вот квадратик – это и будет один цветочек. Нам нужно вот таких квадратиков нарезать на количество цветочков. То есть, к примеру, у вас 5 цветочков, соответственно, вам нужно вырезать 5 вот таких квадратиков. Это если у вас, скажем так, в один цвет будет цветок. Если же в два вы хотите скомбинировать, то, соответственно, вам нужно вырезать будет 10 квадратиков. То есть по два квадратика на каждый из цветочков. Вырезаем квадратики длиной и шириной 13-14 см. Почему так? Потому что в зависимости от вот этих вот стеночек и будет, скажем так, размер вашего цветочка. Я в среднем беру это 13-14 см, то есть квадрат. С обеих сторон должно быть одинаковое количество сантиметров. Теперь берем квадратик наш и я вот уже, если вы увидите, начала сгинать. То есть вот так вот наискосочек один раз, дальше треугольничек эту же сторону второй раз, этот треугольничек третий раз и еще раз треугольничек вот так вот четвертый раз. У вас получается вот такой загнутый уголочек. И точно так же делаете и с каждым из квадратиков. Один раз пополам наискосок, второй раз пополам. Смотрите, чтобы у вас уголочки совпадали. Третий раз пополам и четвертый раз пополам. И у вас получаются вот такие вот уголочки. Теперь берем пальчиком, прижимаем уголок в серединку вот так вот ручки, прижимаем хорошо все стороны, берем ножнички и вокруг пальчика хорошо обрезаем вот такой вот полукружочек по соотношению к нашему уголку. То есть вот это и есть формирование нашего лепесточка. Хотите, можете поглубже отрезать вот так вот лепесточки закругленные. Хотите, можете, немножечко понежнее. И теперь берем, поворачиваем уголком и немножечко, буквально совсем чуть-чуть отрезаем вот здесь вот наш уголочек. Точно так же повторяем с каждым из наших завернутых уголочков. В серединку вкладываем наш уголок, прикладываем хорошо пальчик, прижимаем. И пальчик начинаем отрезать вот так вот вокруг нашего пальчика. Я всегда это делаю немножечко поглубже, чем просто пальчик. Разворачиваю с другой стороны и вот этот уголочек немножечко отрезаю, чтобы у нас получилась небольшая дырочка. Теперь разворачиваю наш получившийся, посмотрите, цветочек. У нас в серединке вот она дырочка, хорошо видна. И точно так же делаю второй. Разворачиваю аккуратненько. И тоже в серединке у нас получилась вот такая дырочка. В эту дырочку теперь я беру наш чупа-чупс, просовывая его хорошо, так, чтобы у нас ничего не порвалось хорошо, можете закрутить вот эти этикеточки. Их не стоит обрезать, с ними будет аккуратнее. И не полностью просовывая до конца чупа-чупса, посмотрите, вот именно где этикеточка, больше не протаскивайте, можете сделать в два цвета. То есть смотрите, вот так и вот так. Два одеваете, либо же просто один. Обратите внимание, я делаю два. И теперь я немножечко прижимаю к нашему вот здесь вот чупику вот эти вот листики и формирую тем самым цветочек. Вот так. Теперь, немножечко прижав снизу, я беру скотчем, вот так вот прикрепляю именно к самой трубочке чупа-чупса наши лепесточки. Можете плотненько, можете не сильно, я отрежу лишний скотч. Буквально я потратила сантиметров 5 нашего скотча. И теперь рассоединяем, вот так вот распределяем наши лепестки вокруг чупика. И получился вот такой замечательный цветочек. И чтобы ножка его была длиннее, я беру нашу шпажку и протаскиваю в чупик. Она у меня не вытаскивается и не просовывается дальше, поэтому все замечательно. Я оставляю вот так. Если же у вас здесь немножечко начинает, скажем так, вы чувствуете, что у вас здесь не плотно держится, то берете скотч и буквально одним штрихом вокруг присоединяете шпажку к нашему чупа-чупсу. Это у тех, у кого двигается. Если у вас не двигается, то можете этого просто не делать. И получился у нас вот такой замечательный цветочек. Посмотрите, он с каждой стороны аккуратненький. И точно так же делаем со всеми абсолютно чупа-чупсами. Цветочки, лепесточки я никакие не делаю. Я просто делаю, я пока вытащу шпажку, чтобы удобно было показывать. Я делаю вот так вот с каждым из чупа-чупсов. Вот такой цветочек. Можете сделать просто в одно сложение, но в одно сложение будет не так пышно, не так красиво. Делаем несколько чупа-чупсов. Одеваем на шпажки, чтобы они были подлиннее ножки. И затем каждый из цветочков мы присоединяем и между собой скручиваем скотчем. К примеру, берете первые три цветочка, скручиваете скотчем в объеме, именно по шпажке, по вашей вот этой нижней, вот здесь. Потом еще присоединяете 3-4 штучки, обматываете скотчем. Снова 3-4 штучки, обматываете скотчем. Для чего это? Для того, чтобы наш букет не распадался. То есть у меня сейчас немножечко камера низкая, я вам не смогу все досконально показать. Но именно из вот таких цветочков и состоит мой букет. Затем в подарочную упаковочку мы берем 50 см и делаем треугольничек. После того, как соединили все цветочки в букетик, откладываем в сторону и начинаем оформлять сам букет, как бы заворачивать в подарочную упаковку. Так как у меня подарочная упаковка голубого цвета, а я хочу подарить девочке, то я сделаю розовую вставку из гофрированной бумаги. Я беру, вырезаю квадрат 35 на 35 см, он у меня меньше сейчас, так как у меня один цветочек, и складываю пополам по диагонали, то есть вот таким вот треугольничком. Когда вы режете сам треугольничек этот, точнее квадратик и складете в треугольничек, посмотрите, чтобы у вас хорошо вот здесь в верхнем уголочке совпадали стороны. То есть чтобы у вас не было как бы вот таких вот расхождений. Обязательно отрежьте, чтобы у вас был красивый ровный уголочек. И теперь берем наш букет и кладем вот так вот немножечко, скажем, ниже, то есть не в сам угол, а немножечко ниже. Берем, поднимаем сначала один уголок, пусть это, к примеру, будет левый уголок, а затем правый. И как вы обратите внимание, у меня они торчат. Вот так. Беру я теперь кусочек скотча и фиксирую, фиксирую вот здесь вот две стороны. У меня получаются вот такие вот торчащие два краешка и на уголок сложен букет. И теперь я беру точно так же, вырезаю квадратик из подарочной упаковки и складываю треугольником. Но у меня будет уже внешняя сторона 50 на 50 сантиметров. И уже треугольником я ложу на вот здесь вот, где у меня торчащие уголочки. А торчащие уголки у меня перейдут на вот эту сторону, где ровный уголок красивый. И точно так же я зафиксирую скотчем. При этом у меня будет большое количество цветочков, как вы видели. И шпажка будет продлевать вот эту, скажем так, длину цветочка этого. И, соответственно, у вас уже на вот этой, скажем так, длине будет находиться розовая внутренняя упаковочка. И внешняя упаковка уже закроет внутреннюю. При этом будет очень все красиво и аккуратно смотреться. Я надеюсь, что у вас все получится. Поэтому, конечно же, не забудьте поставить лайк. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока.